Непонятная стройка Мы узнали, что тут будет 10-этажный дом со встроенными жилыми помещениями. Разрешения на строительство нет никакого, а тем не менее строительство идет. Многоэтажка будет на 72 квартиры, рассказывают взволнованные самарцы. И дом явно незаконный. В городском департаменте строительства разрешения на стройку не давали, да и проекта такого дома не видели. Инициативная группа обратилась в прокуратуру с просьбой остановить самоуправство предпринимателей, которые нашли для своих нелегальных действий лазейку в законе. Ведь чтобы построить частную трехэтажку, собственнику земли разрешение не требуется. Пока строители вышли только на второй этаж. Если будет свыше трех этажей, мы можем говорить о том, что у нас есть сомнения в безопасности этого строительства. И соответственно, и уже администрация, города, либо прокуратура, либо даже стройнадзор уже могут выходить в суд не о сносе, а о запрете строительства. И я уверен, и такое решение будет. Незаконной стройкой дело не ограничилось. Предприниматели уже начали продавать квартиры в несуществующем доме. Объявления размещали на интернет-сайтах. За квадратный метр жилья сначала просили 43 тысячи рублей, затем подняли цены до 57 тысяч за метр. Причем и здесь нашли, как обойти закон. Возможным покупателям риэлторы предлагали стать не дольщиками, а инвесторами, рассказывает Евгения Михайлова, которая позвонила по телефону, указанному в объявлении. Вы сначала вносите нам 500 тысяч, как инвестиция. Через полгода мы с вами перезаключаем договор, уже проводим это все через регистрационную палату. За помощью в непростой ситуации жители 118 дома обратились к председателю Самарской городской думы Александру Фетисову. Люди недоумевают, где будут припарковывать свои авто возможные владельцы 72 квартир и сотрудники офисов. В маленьком дворике и двум машинам не разъехаться. Старые инженерные коммуникации не выдержат нагрузку от десятиэтажки. Высотное строительство в этом месте нарушает санитарные нормы. И к тому же, по заверениям местных жителей, карстовые явления делают такую стройку просто опасной. Пока застройщиков невозможно привлечь за незаконное строительство, в прокуратуру будет направлено заявление по факту мошенничества. Здесь мы видим, что не то что благо, элементарные права людей, проживающих в этом доме, они нарушены. Более того, есть признаки и мошеннических действий. Сегодня будет мною направлено в прокуратуру уже с дорожного района заявление с просьбой о проверке. Власти будут держать ситуацию на контроле. А встреча с активными жителями 118 дома продолжится до тех пор, пока горе-предприниматели не свернут незаконную стройку. В противостояние с нелегальным частным бизнесом вступили и жители другого района Самары. 61-й дом на улице юных пионеров больше 10 лет страдает от весьма неприятного соседства с сомнительной сауной, организованной на первом этаже, которая регулярно оборачивается коммунальными ЧП. 17 января из-за пожара в частной сауне жители дома чуть не лишились своих квартир. Сажа, копоть, запах гари и дыма, испорченные вещи и мебель. Ну вот посмотрите, под блинтусами дым шел снизу, вот из-под блинтусов, все это в следы видно, все это горело. Владимир Пивоваров подсчитывает ущерб. Его квартира расположена прямо над нелегальной баней. Общественный порядок сотрудники и клиенты сауны нарушают постоянно. Они там все пьяные постоянно, ну естественно, понимаете, там развад полный, бассейн, орут. Это все подо мной, под моими комнатами. Музыка, ну до двух, до трех ночи. Им звонишь, бесполезно. Звонил Владимир, да и все жильцы дома и в полицию, причем неоднократно. Ярое недовольство людей вызывает еще и сомнительная направленность заведения, которое жильцы дома откровенно называют борделем. Зимой прошлого года в баню с нежданной проверкой нагрянули полицейские. Рейд вскрыл потаенные услуги сауны. Денежные средства были получены за что? Не знаю. Как, не знаю. Три тысячи час за что? После проверки баню закрыли, но через несколько дней увеселительно-очистительное заведение вновь принимало клиентов. Видимо, сауна не простаивает. Из-за пара отсырели стены дома. Бассейн заведения затапливает подвал, а теперь еще и пожар, после которого в доме было нарушено теплоснабжение, выбиты стекла. Ликвидировало печальные последствия МПСО, которое обслуживает дом. Но добраться до коммуникации коммунальщики не смогли. Предприниматели в свою сауну посторонних не пускают. Там проходит у нас система отопления общего здания, там проходит у нас водопровод на здание, там у нас проходит система общий ввод горячего водоснабжения на здание. То есть фактически большая часть инженерных сетей проходит именно по территории сауны. Закрыть сауну, видимо, не могут ни правоохранительные органы, ни стихия. Помещение предприниматели ремонтируют и обещают открыть вновь. А жители дома продолжают борьбу. Жалоб в полицию уже кипа, но владелец заведения до сих пор не установлен. Неясно и на каких основаниях вообще эта сауна была открыта еще в конце 90-х. У меня уже больше нет сил. Мы жаловались на эту сауну, что уберите ее, что это не положено, не дай бог, будет возгорание. Вот дождались. Я надеялась, что теперь уж нам точно ее закроют. Так нет, они еще нам ухмыляются, говорят, что через неделю сауна опять восстановится. Негодование жителей вызывает бездействие правоохранительных органов. Сауна приступила не через одну статью закона. Пока дом окончательно не отсырел или не сгорел, будут писать в полицию, прокуратуру, администрацию района. А если не поможет, то и до приемной президента дойдут.